На Солнце есть маленькая зелёная звезда. Если вы когда-нибудь увидите её, то вы поймёте, что значит «в мгновение ока». Её может увидеть не каждый, только на рассвете и только избранный. У каждого народа бывают свои выдающиеся люди, но не каждому из них при жизни достаётся доля признания. Чаще всего это бывает посмертно. Эта могила пока без известного человека, но его труды повлияли на нашу с вами жизнь и жизнь многих миллионов людей. 1 января 1935 года в горном селе Махкиты Веденского района в семье Магомеда и Зайнап родился мальчик, которого назвали Ахмед. Незадолго до рождения сына Зайнап стал часто видеть во сне Турпал-Али, уважаемого в исламском мире. Он говорил о необычайном мальчике, который должен вскоре появиться на свет. Так и случилось. Бога дарил его незаурядными способностями, которые помогли Ахмеду достичь самых высоких вершин науки, несмотря на то, что ему было суждено пройти все тяготы, выпавшие на долю своего народа. Зайнап умела читать Коран и передала эти знания своему сыну. Он был смышленым ребенком и к пяти годам научился читать по-арабски. В школе он учился хорошо так, что два раза его переводили через класс. Таким образом, в родной махкитинской школе до выселения он успел проучиться неполных пять классов. «Разболоков на Ana» «Папкинская школа родительства, который сроков по-арабски» «Да, да, нет». «В школе он учился, чтобы они были в школе». «Разболоков на русских школах. «В школе они привезли в школе». «В школе он учился, в школе он учился, в школе они учились». «Подвижность училась к родителям». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Круглую эту чашку на стенку повесил И вот мы слушали Через радио передавалось все, как смерть Сталина Затем знания и мастерство достигли такого уровня Что он самостоятельно смастерил карманы радио За 10 лет до широкого распространения этих приборов Субтитры создавал DimaTorzok В 2007 году, побывав в его чудом сохранившемся родительском доме Мы заметили, что все его книги по радиоэлектронике Датированы начиная с 1950 года То есть ему тогда было 15 лет Как тут не вспомнить чеченскую пословицу Хиндол Гоуз Биеннади Из дневника Ахмеда Цибиева Физика и математика – мои самые любимые предметы Которыми я занимаюсь большую часть времени Книгами Перельмана я так увлекся, что иногда пропускаю за них уроки дни Все его книги – физико-математического характера Что решил после окончания средней школы Поступить в физико-математический институт Депортация чеченского народа была первым испытанием Уже во второй, но далеко не в последний раз Ахмед встретился с несправедливостью по окончанию средней школы Он должен был получать золотую медаль А другая, одноклассница, у нее была одна четверка Она должна была получать серебряную Ему заменили эти две медали Заменили, которая не полагалась У которой была одна четверка у этой девочки Отдали ей золотую А серебряную не могла Вот за звание чеченец и спецпереселенец И хотя серебряная медаль также давала преимущество наступительных экзаменах С первой попытки поступить на уже давно выбранный физико-математический факультет КАЗГУ Казахского государственного университета не получилось Его не зачислили, объяснив это тем, что якобы нет мест для медалистов Это была одна из уловок властей по недопущению к образованию спецпереселенцев Еще сильна была память о Сталине Но времени зря он не теряет В 1953 году он поступает на бухгалтерские курсы И оканчивает их с почетной грамотой На следующий год Ахмеду уже не говорят, что для медалистов мест нет Он, сдав на общих основаниях вступительные экзамены, становится студентом Во всем университете в тот год было всего два чеченца Должен вам сказать, что это был кристально чистый души человек Честный во всех отношениях Наше знакомство с Ахмедом Сибиевым началось необычно В 1954 году, 1 сентября, огромное количество студентов Я задумчиво ходил и думал, неужели вот среди этого огромного количества студентов Кроме меня нет ни одного чеченца И вот такой задумчивости шагал Прозвенел звонок Когда я уже шел быстрым шагом На занятии, аудитории Упершись в чеченской позе Упершись, у колонны стоял молодой человек И я быстро к нему подошел и поздоровался на чеченском языке Он тоже на чеченском языке поздоровался Среди своих сверстников, физиков, он был известен как Известен был как экспериментатор Он любил создавать разные приборы, электроприемники, радиоприемники, электрические приборы и так далее И должен вам сказать, что от этих страстей у него остался след У него на правой руке не было от взрыва, не было мизинца Сразу же после принятия в 1957 году указа ЦК КПСС о восстановлении ЧССР Ахмед, чтобы быть ближе к дому, переводится в Ростовский государственный университет Одновременно он пытается устроить переезд своей семьи на родину Неизвестно, как это ему удалось Но он смог достать для родных разрешение на возвращение домой за номером 1 В 1957 году он прислал нам под номером 1 любого разрешения И с этим разрешением мы первые в 1957 году, я помню, 1 сентября Вышли из города Джамбула на поезде, приехали через Москву Вот в это село Махкета Мой класс я здесь окончила, и я была в этой школе одна Чеченка единственная В классе одна и по всей школе одна Из Ростовского государственного университета, который он закончил с отличием Его направили на закрытое предприятие в подмосковный город Фрязино На преддипломную практику Его дипломная работа, которую он защитил на отлично Посвящена засекреченной или, говоря профессиональным языком, специальной теме Сегодня гриф секретности снят, и мы уже знаем, что она была посвящена Модной тогда среди физиков теме параметрические усилители сверхвысоких частот на полуброводниковых диодах В 1943 году по постановлению Комитета обороны на базе завода радиолампа Что в Подмосковье организуется первый в стране научно-исследовательский институт электровакуумных приборов для радиолокаторов Во времена Советского Союза о его существовании знал ограниченный круг людей Одно упоминание научно-исследовательского института «Исток» вызывало уважение у друзей и трепет у врагов страны Совета Лауреат премии Ленинского комсомола за 1979 год, кандидат технических наук Александр Карпович Балыка Сегодня это крупнейшее предприятие города Фрязино – ФГУП, НПП «Исток» Головной институт страны по СВЧ электроники для радиолокации, связи и военной техники Наш земляк внес неоценимый вклад в развитие «Истока» А город наш любопытен именно тем, что именно вот такие замечательные люди, как Сибиев Ахмед Магомедович, в нем проживают Важно то, что этот человек отдал всю свою жизнь служению Родине, служению электронной науке Вот это важно А вот за то, что человек посвящает всю жизнь одной проблеме и развивает ее, как может, а мог он очень хорошо Это действительно член Академии науке За это дипломов не дают За это просто любят, уважают и помнят У нас в нашем предприятии несколько человек имеет звание Героя социалистического труда Очень много лауреатов государственной, ленинской премии У нас около ста человек – кандидаты наук Около двадцати человек – доктора наук Среди достойных и славных людей, которые участвовали в становлении нашего предприятия И являются гордостью нашего предприятия Является Сибиев Ахмед Магомедович У нас много очень знаменитых людей Но этот человек, который среди единиц участвовал и сделал открытие А это, конечно, событие является не только уровнем истока нашего города Открытие является уровнем государства И вот для вас, как для Чеченской Республики С ее очень тяжелой судьбой Это очень важно, чтобы о нем знали не только на нашем предприятии Но и вас Чтобы молодое поколение понимало, что есть люди И были люди, которые работали, которые выдавали на горах для нашей Родины Наверное, это будет хорошим примером для и молодого поколения Ну и для тех людей, которые сейчас строят новую жизнь Чеченской Республики По понятным причинам проводить какие-либо видеосъемки на режимном объекте До сих пор не было принято В съемочной группе государственной телерадиокомпании «Войнах» Посчастливилось первой за всю историю предприятия побывать в его стенах Вообще во Фрязино многие предприятия были засекреченными Письмо сюда приходило без конкретного адреса Указывался лишь порядковый номер предприятия Которые поэтому называли почтовыми ящиками В один из таких почтовых ящиков в 1959 году Приезжает работать выпускник Ростовского государственного университета Перспективный молодой физик Ахмед Цибиев В заявлении о принятии на работу вместо указания отдела Цибиев пишет «Хочу работать там же, в том же направлении» Впрочем, их и сегодня там никто не указывает При поступлении ни названия предприятия, ни фамилию директора, ни отдел, ни должность Ахмед доказал свое призвание с первых дней работы Он мог целый день просидеть за экспериментальной установкой Не поднимая головы Настолько его увлекала исследовательская деятельность О его фанатизме в исследованиях знали все Помню первую встречу с ним Мы тогда сдавали первую тему по освоению оборудования Я тоже задержался очень долго, где-то за 10 часов И думал, было у меня, что никого уже нет, я отчет писал Вот потом закончил, пошел и выключил рубильник Выскакивает, значит, из комнаты своей Я даже не знал, что там есть Ахмед Магометович с кулаками на меня Ты угробил мне генератор Ты зачем выключил рубильник? Ну откуда же я знал, что тут работает? Тогда написал бы, что, значит, осторожно Не выключать рубильник Нет такого плаката не выключать, есть только не включать плакат Вот первая с ним моя встреча была Ровно через два месяца молодой инженер делает то, что перевернуло всю его жизнь Итак, мы с вами на пороге открытия На предприятие направили некоего Кобелькова для преддипломной практики Начальник лаборатории Александр Семенович Тагер Подготовил с ним теоретическую часть дипломной А в проведении необходимых экспериментов Студенту понадобилась помощь Ахмеда Цибиева Цибиев в это время работал в 170-м отделе Вот где как раз мы и находимся сейчас И в этой комнате Он сам своими руками все это сделал, Ахмед Магометович И в какой-то из дней Кобельков включил диод Диод – это полупроводниковый прибор с двумя электродами В обратном направлении А напряжение стали подавать в прямом направлении Как обычно И когда Кобельков дошел до напряжения При которых уже у обычного диода должен быть ток Тока этого не было И когда Кобельков не увидел тока Он обратился к Цибиеву Ахмед, что делать? Говорит, гони дальше И тот погнал И гнал до тех пор, пока вдруг у них приборы Все стрелки не запрыгали Не запрыгали То есть появилось какое-то излучение Новое О котором, конечно, ни они не знали Никто в мире не знал Что может быть И может быть об этом бы забыли вообще И открытия никакого могло бы и не быть Если бы это Но у Мельникова запало в голову И он пришел к себе в лабораторию И рассказал Тагеру Что так и так Вот у Ахмеда Макометовича со студентом Вот произошли какие-то Тагер, конечно, был смышленый в этом плане Он прибежал Опять переставили этот диод Опять догнали до этого До напряжения И опять получили тот же эффект Тагер пролистывал в год по тысячу статей По тысячу статей И он вспомнил, что год назад Он читал какую-то теоретическую статью Американца Рида Где тот говорил, что при обратных смещениях Возможно появление колебаний сверхвысоких часов Они нашли эту статью И поняли здесь Что это как раз тот эффект О котором говорил Рид Но если Рид говорил это в теоретическом плане Что может быть То они это явление природы обнаружили Авторский состав открытия Определился не сразу Ахмеду пришлось долго доказывать свою роль в открытии Сегодня многое в нашей жизни определяет национальность А в те времена мнимого равноправия чеченцам Было намного сложнее доказать Что они могут играть значительную роль В научных изысканиях Тем более речь шла о самом высоком научном достижении Я еще с Фрязина знал, что отец сделал открытие Знал всю эту историю Все это несправедливое отношение к нему Но не знал почему На какой почве Поскольку был маленький Потом я стал осознавать Что это и национальность его Играла роль в этом В таком отношении к нему И к его работе То, что не разрешали Не давали Продвижения его Его работе Его результатам Пытались как-то Принизить значение его работ Вообще за весь период существования СССР Было зарегистрировано 344 открытия Их перестали регистрировать после 91-го года То есть после развала СССР Открытия подразделяются на три категории Явление, закономерность и свойства Открытие номер 24 Относится к высшей категории явлений Кстати, по странному совпадению Цепиеву на момент открытия Было только 24 года У него там были Различные неприятности Его не брали в соавтора Он только начал работать Молодой выпускник Там 2-3 месяца прошло Хотя он заметил это явление Ну, я посоветовал ему тогда Партия имела силу Написать в партком заявление Что его вот почему-то не берут В соавторе он написал И его взяли в соавтора открытия Так что все решило Ну, молодой парень Чего его брать Только пришел Там уже были, значит Те, которые по много лет работали Кандидант в наук Ну, все решилось Благополучие Так что он соавтор открытия А открытие Это делается не каждый день Не каждую неделю Не каждый месяц Не каждый год Это явление редкое Вот И оно в историческом плане Единственное Пока вот Для них исток То есть больше там Открытий не было За период существования Этого института Практически сразу После открытия явлений Генерации на лавинопролетных диодах Первооткрыватели И другие сотрудники Лаборатории Тагера Выбрали себе Научные направления Связанные с этим открытием После того Как был открыт эффект И было опубликовано Тогда во всем мире У нас в стране особенно И во всем мире Бурно пошли работы По ЛПД Это и новые материалы И новые устройства И новые режимы работы Так что ЛПД достигли Больших значений мощностей Десятки ватт Даже в миллиметровом диапазоне Путем сложения Кстати, и Цибиев занимался Сложением мощностей На лавинопролетных диодах А где это сейчас Применяется конкретно? Применяется Ахмед Магомедович Цибиев Вел направление По синхронизированным Генераторам На лавинопролетных диодах Этому направлению Посвящена и его Кандидатская диссертация В 75-м году Вот он подарил мне Два генератора Вот генератор Значит он излучает Длину волны Значит 5 сантиметров Это СВЧ диапазон Значит там находится Внутри диод Сюда вот подводится питание Вот другой генератор Еще немножко усложненной конструкции Я поставил на лабораторную работу И вот в 78-го года Идет лабораторная работа До сих пор Блочок сделали студенты Блок питания Вот это вот диоды Промышленные образцы Диодов Ну они маленького размера Видите Сантиметр Всего значит длины Вот Но мощность достаточно большая До сих пор нельзя говорить В полной мере О сфере применения работ Ахмеда Цибиева Многие из них применяются В специальных А говоря простым языком Военных разработках Составляющих государственную тайну Самое большое добро Которое сделала эта группа Открывших этот эффект Это то что разрешили Нашему предприятию Заняться Полупородниковой технологией Электроникой Это была прерогатив Москвы Светлана Это значит Пульсар в Москве Которые были головными Это второе управление Нашего министерства Электровактные приборы СВЧ Это первое управление Вот наш исток Это был тоже Флакон Вот И Полупородниковые приборы Это вот Пульсар Светлана Которые Во втором управлении Полупородникового А вот Наше Электровактное Подприятие Получило право Возможность И за ЛПД Только Только И за это Поэтому предупреждали Нашего Короля Не крыть Опять Тогда Был Ребров Что Только Этим Занимайтесь Потому Что Второе Пролен требует Чтобы Вы не Смелились Куда Больше Влезти Вы И забрели Пролётный Диод Сделали Открытие Вот Вы Им Занимайтесь Больше Вы Ничего Не Делаете Но Тем Не Менее Ребров Не Послушался Стали Делать Транзисторы И Когда Уже Смутное Время Уступило Технику Военную Надо Сортизировать И Некоторые Обобщения Делали Кто Ж Может Сделать И Кроме Нашего Подразделения Я работал На ЦБИФ Я работал ВПК-4 Никто В стране Не Может Этого Сделать И Сегодня Значит Эту Случай Получиковую Технику Делать Только ВПК-4 Генераторы На Лавинопролетных Диодах Работают В приемных И передающих Модулях Радиолокационных Систем Миллиметрового Диапазона Длин Волн А это Ретрансляторы Радары Рации Мобильная Связь И многое Другое Генераторы Шума На ЛПД Используются Для встроенного Контроля На бортах Практически Всех Летательных Аппаратов Самолетов Вертолетов Ракет Космических Кораблей А также В измерительной Аппаратуре В США И России Для измерения Параметров Полупроводниковых Приборов То есть Транзисторов И диодов И электровакуумных Приборов Радиоаппаратуры И микросхем Он нашел Он нашел Применение Как источник Шумов В системах Радиопротиводействия В измерительной Технике И как Детеродин В радиоэлектронных Системах Различного Назначения В том числе Значит Военного Генераторы В которых В которых Есть Лавинопролетный Диод Это уже Сам генератор Сам генератор Ну здесь Не очень Вот это Внутри Вот это Лавинопролетный Диод Вот там Красненькая Красненькая Такая На Монохроматических Колебаниях То есть На одну частоту На одну частоту А еще Масса Генераторов Шума Где Лавинопролетный Диод Ну там Его не видно Вот это волноводные генераторы шума, вот там установлен диод. Вот здесь еще другой тип генератора шума. И вот совсем современный американский генератор шума, широкой полосой, американский, где тоже внутри находится лавинопролетный диод, который открыли наши сотрудники. То есть без этого открытия не было бы не только в Советском Союзе каких-то очень важных и нужных изделий и приборов, но и за рубежом, в том числе и американцы. А вот этот генератор, он здесь подпишет? Вот в измерительной аппаратуре, вот я прям вытащил сейчас, это вот самый современный. Вот Хьюлит Пакерс, здесь вот написано частота, его от 0 до 1, да, 18 ГГц. И мощность шума, мощность шума здесь его. Вот даже вот из Америки мы получаем, сейчас покупаем аппаратуру, где используются генераторы, измерительные аппаратуры, измерительные генераторы с линопролетными диодами, которые открыл Ахмед Магометрович Цибирь. Вот насколько все это широко и важно, и так далее. Для мира, для мира. Ну потому что было открыто, я еще раз повторяю, явление, явление. Интересны и некоторые другие изобретения, работающие на лавинопролетных диодах. На основе ЛПД, уже у нас в лаборатории, были созданы автодинные генераторы, которые затем на их основе были сделаны скоростемеры. Они на горках железнодорожных, где распуск вагонов, их толкают и в разные составы пути собирают. Чтобы они не сталкивались, их нужно притормаживать. Колодки, которые притормаживаются, имеются, а скорость мерить нечем. Так вот, стоит устройство, которое измеряет скорость вагона, дает команду притормаживать и медленно, а то было с яйцами. Вагон едет, как стукнет, или вина, или бутылок, ничего нет. Вот пример такого, который на многих горках железнодорожных использует. До сих пор там стоят ЛПД. Дело в том, что СВЧ техника – это такая специфическая область развития электроники, СВЧ техника, которая, ну, вообще говоря, больше затрагивает вопросы, связанные с оборонной промышленностью. Вот. И поэтому ваш вопрос о том, а что там для народного хозяйства, мне приходится задумываться. Вот, где точно не применяется, это вот всяких в печках СВЧ. Вот там точно нет этого изобретения. Но в другой технике, специального назначения, как говорят, применяется и сегодня. И думаю, что будет применяться еще очень-очень долго. Трудно переоценить роль Ахмеда Цибиева в открытии номер 24 под условным названием «ДИОД», которая совершила революцию в области полупроводниковой электроники. Об этом же говорят и здесь, до сих пор засекреченном предприятии «Исток». На «Истоке» все, кто знал Ахмеда Магомедовича, отмечают огромное, непостижимое для многих желание обязательно открыть что-то новое. В конце концов, его желание было реализовано в полной мере. Ученые вообще люди странные, правда, немножко. Так вот, его отличала некая целенаправленность, что ли. Вот он не это изобретение, так другое он бы сделал. Вот есть люди, которые просто посещают производство, а есть люди, которые шаг за шагом, медленно, но к нему идут. Вот я думаю, что инженер с большой буквы Цибиев, а он, кстати, потом стал кандидатом наук, вы знаете, да? Вот он шел к своему открытию именно так. Научный поиск для Цибиева стал навязчивой идеей. И если кто-то мешал ему в достижении поставленной цели, то Ахмед Магомедович бескомпромиссно высказывал все, что о нем думал. Бескомпромиссность была еще одна черта его характера. Он говорил правду в глаза, не задумываясь о последствиях. Особенно трудно ему было общаться с начальством, которому, что греха таить, всегда хочется слышать в свой адрес только хорошее. Иногда мне приходилось, он приходил ко мне и говорит, вот Александр Андреевич, как мне быть? Вот только надо откончать, они не понимают, туда-сюда. Мне часто с ним вот так вот приходилось общаться, он приходил ко мне, ну, говорить ему, что нужно вот так-то, не надо наседать, потому что ты одно, у тебя может быть такая работоспособность, у других не может. Ну, она так-то менее конфликтна к этому. Ну, он был человек очень прямой в этом отношении. И что значит не по нему, он прям в прямую мог говорить. Я ему и тут говорил, нельзя так в прямую. Ну, хорошо ты подчинен, вот так сказать, он воспринят как. А если начальству в прямую скажет? Это же качество, по-видимому, не позволяло Ахмеду Магомедовичу довести до признания многие его изобретения. Заподлинно известно о 15. На 8 из них имеются копии авторских свидетельств. Из оставшихся 7, по крайней мере, 5 являются засекреченными. После того, как я сюда уехал и поступил в аспирантуру, значит, через несколько лет он прислал диссертацию на отзыв. В диссертации было, кроме, значит, авторского открытия, еще 4 или 5 изобретений в ссылке литературы. То есть он за эти годы хорошо поработал. Там и по устройствам, и по источникам питания, по совершенствованию самого прибора. Ну, отзыв я дал положительный, он защитил диссертацию и там продолжал работать в этой области плодотворно. Диссертация Ахмеда Магомедовича заслуживает отдельного упоминания. Писал он ее самостоятельно, без научного руководителя. Закончил работать над ней в 1972 году, а кандидатом технических наук стал лишь в 1975. Это несмотря на то, что на предприятии был свой и кандидатский, и докторский совет. Сразу же бросается в глаза объем. 330 страниц – это стандартный объем докторской, а не просто кандидатской диссертации. Вся работа изобилует формулами. В этой работе, как ни странно, я удивился, значит, уравнение в частных производных, функции Беселя. Это достаточно серьезный математический аппарат, который используется. И каждый эксперимент, каждый результат сопровождается аналитической и математической проверкой, подтверждением или опровержением. Объем работы также удивительно большой. Как известно, кандидатские диссертации в пределах 150 страниц. А тут сплошной расчет, сплошные результаты экспериментов на протяжении почти 300 страниц. Так что по объему, по содержанию, по внешнему, во всяком случае, это стандартная, хорошая докторская диссертация. Его обширная диссертация содержит множество новых, замечательных идей и решений. Некоторые из них и по настоящее время остаются до конца непонятыми современниками. Александр Карпович Балыка В истоке, где в то время трудилось свыше 10 тысяч ученых, 50 стали лауреатами Ленинской премии. И все по закрытой тематике. Единственное достижение, за которое высшая государственная награда была присуждена публично, сделано в соавторстве с нашим земляком. Только две причины повлияли на то, что открытие рассекретили. Во-первых, это самое высокое научное достижение. В области полупроводниковой электроники СВЧ оно так и осталось единственным в СССР. Не каждый ученый, даже с огромным научным авторитетом, может сказать, что он автор открытия. И руководитель лаборатории доктора технических наук Тагер Семен Николаевич добивался общественного признания. Во-вторых, в 1965 году американцы сделали аналогичное открытие, и тут уже заявить о приоритете в открытии и изобретениях, созданных на его основе, стало делом чести целой страны. В дипломе так и указано. Выдан 17 марта 1964 года с приоритетом от 27 октября 1959 года. Вышедшие в свет 15 февраля 1978 года Центральные газеты опубликовали список соискателей Ленинской премии, среди которых есть и фамилия нашего соотечественника. Однако газета «Правда», вышедшая в свет в день рождения Ленина, с фамилиями тех, кому уже присудили Ленинскую премию, раскрывает чудовищную правду. Фамилий Цибиева среди них нет. Ленинская премия, я не знаю, почему ему не дали. Я помню только, когда представляли, он-то был, как и все эти самые изобретатели, переоткрыватели. А потом, когда уже газета «Визвестном» вышла с награждением уже Ленинской премии, местовой фамилии я увидел фамилию Пожелла. Такой был, значит... Появился Двальд Перлак там? Да, да, Пожелла. А Пожелла был, значит, руководитель Литовской академии наук. Для них места, что ли, ни на что с ним не больше. А скажите... Он был сыном Литовского... Сын Пожелла, да. Пожелла сын Пожелла. Вот это... Там был политический деятель Пожелла. А вот его сын был, значит, президентом Академии наук. И из лауреата исчезли фамилии Кобелькова и Цибиев? Совершенно верно. Но Кобельков ушел с предприятия после защиты своей дипломной работы. А Цибиев довел исследования открытия до предельно возможных высот. Причем в большинстве случаев он работал один, так как такой работоспособностью никто больше не обладал. Работал очень много сам один, поэтому работал много, очень много. Я таких вообще трудовольков больше не видел в своей жизни, не встречал. Я даже не знаю, как вообще можно было жить в такой жизни. Потому что... Ну и спать-то ему, в общем, было некогда. Потому что 8 часов. Он всегда был на рабочем месте, всегда. А заканчивая-то 9, самое меньшее. 10, 11 и ногой в 12. Вот так. Ахмед отказывался верить в то, что справедливость не восторжествует. Такого удара он не ожидал. Ведь в жизни всегда так бывает. Человек, не способный на подлость, не бывает готов ее принять от других людей. Выход у него один. Он пишет письма во все высшие инстанции, в том числе в ЦК партии на имя Леонида Ильича Брежнева и в Совет министров СССР на имя Косыгина Алексея Николаевича. Он становится импульсивным, взрывным. Его бескомпромиссная правдивость дошла до своего апогея. Естественно, руководству института это не нравится. И во время очередной аттестации 31 января 1980 года выносится решение о несоответствии занимаемой должности. Он меня называл, фамилия, имя, в общем, каким-то образом пришлось ему уйти. В Грозном Ахмед устраивается во всемирно известный Гродинский нефтяной институт имени академика Миллионщикова и разворачивает работу. Но его мытажство продолжается и здесь. Однажды он имеет неосторожность высказать свое мнение. Там меня 20 лет эксплуатировали, здесь продолжается тоже. Это быстро доводится до руководства, и Ахмеду снова приходится менять работу. В 1984-м он устраивается инженером в НПО «Промавтоматика», где проработал до конца своих дней. У него там куча открытий, патентов. Я даже поразился, как такой человек с таких высот опустился на нашу землю. Сами знания, какая ситуация была в 1991 году здесь. Производил впечатление он человека, довольно увлеченного своим делом. Даже сказал я, до фанатизма доходил его, эта увлеченность. Он демонстрировал знания своего дела, вычислил технику, он хорошо знал. Ну, с людьми у него не получался контакт, вот с нашим руководством тогдашним. Просто его некоторые идеи там, ну, может, они кому-то казались сумасбродными. Ну, такое бывает у всех великих ученых. Их всегда считают ненормально, а потом только их признают. Я тогда не знал, что он является автором открытий. Хотя для меня еще в студенческие годы было известно достаточно хорошо, что изобретение – это одна категория результатов научных, и открытие – другая. И открытие – это очень большая редкость, и это очень значительный результат в любой области науки. Если бы я тогда знал бы про это, я бы действительно с ним познакомился бы близко, я бы действительно попытался бы, значит, пникнуть в те проблемы, которые он решает. Каждый молодой, начинающий ученый, в глубине души, он никому об этом не говорит, но мечтает сделать открытие в той или иной области. Где бы он ни заговорил о том, что он автор открытия, никто не верил, а некоторые откровенно осмеивали, несмотря на то, что у него был диплом. Но никого это не интересовало, да и не было в республике тогда специалистов, способных осознать значимость открытия в мире науки. Моя первая встреча с Ахмедом Магмедовичем Цибиевым состоялась в сентябре 87-го года. Я получил первый компьютерный класс. Параллельно мне сказали, что в Грозный отправлен еще один компьютерный класс, и там очень компетентный товарищ. Это мне сказал руководитель с Московского педагогического института. Его я нашел без особого труда. Ко мне вышел из НПО промоавтоматика невысокого роста, довольно энергичный, уже в годах солидный мужчина. И когда я зашел к нему в кабинет, два огромных стола были подвинуты, соединены рядом, и на них лежали оттиски работ. Что меня поразило, я знал количество работ у многих кандидатов, докторов, и их количество меня поразило. Посередине лежали две газеты, пожелтевшие газеты. И был среди них и диплом об открытии, и свидетельство на изобретение. Когда он мне их показал, честно говоря, я особого значения этому не придал. Теперь я, конечно, об этом жалею, хотя поздно. В 1992 году, когда объявили о формировании местной Академии наук, Ахмед баллотируется туда. Он проигрывает. В те годы даже в Академии наук автор открытия оказался лишним. Умар Али, средний сын Сибиева, не скрывает, что младший сын Руслан у отца был любимчиком. Ахмед очень трудно переживал смерть Руслана. Он изменился, стал вовсе нелюдимым. Он никому не доверял, кроме меня. Хава, это можно сделать? Хава, это можно сказать? Смена ко мне постучится, покажет мне, кто к нему пришел. И мы его потом только. Кулёк, чак, халшин. Жижик, кумая, мая, рецепт, кандэ, лабор. Семя декер, бак, 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 бак. Каждый недель уступил продукт, халя. Но кулёк не брал. Ни у кого, две метки, а? Ко мне постучится, говорит, хава, да. Смотри, кто ко мне пришел, сама возьми, если можно, я интересую. Я потом, а, 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 а. Однажды, изучая книги по истории ислама, Ахмед узнал, что пророки не обращали внимания на свой внешний вид, то есть не пытались выделиться из толпы. Ему это понравилось, и он перестал следить за фасонами своей одежды с былой тщательностью. Это был то ли 1997, то ли 1998 год. Я когда работала в отделе выпуска, было начало осени, я помню время года, и конец рабочего дня. В кабинете была я и моя помощница. Заходит мужчина небольшого роста, в этих профессорских коротких брюках, лысоватый, щупленький, маленьким он мне показался. Поздоровался и говорит, мне к кому обратиться, я хотел выступить перед телезрителями, рассказать о своих открытиях. Я на него внимательно посмотрела и про себя подумала, какие открытия может сделать этот человек. Потом прошло... Ну, я ему сказала, что из руководителя никого нет, пожалуйста, придите завтра утром. Ну, он с нами так вежливо попрощался, ушел. Прошло много времени, и об этом человеке, я подробно узнала от автора этой программы. И потом я про себя подумала, как я могла отпустить этого человека, не поговорив с ним. Было обидно за себя, что я не обратила на него внимания. И теперь я даже благодарна судьбе, что я хоть на мгновение могла увидеть его, поговорить с ним, с таким великим гением. Таких гениев надо помнить. Это наша гордость, наша совесть, наша честь. К сожалению, он на всех производил такое впечатление. И среди них были те, от кого зависела его судьба, как ученого. У руля были недальновидные горе-политиканы. К одному из них Ахмед обратился с предложением открыть радиотехнический завод на базе НПО «Промавтоматика». Но тщетно. Компьютерный гомет, 30 человек лагаршин. Ахмед действительно был универсальным человеком. И, что не менее, важно ученым. После Первой войны он работал над созданием молитвенного календаря, которым некоторые мусульмане пользуются и по сей день, чтобы узнать время намаза. Представленные в нем результаты являются оригинальными, так как они получены для нашей республики впервые путем обстоятельного компьютерного расчета астрономических характеристик по программе, разработанной Ахмедом Цибиевым. Наверное, лишним будет говорить о бессонных ночах при составлении этого календаря. Ахмед был женат дважды. От первого брака у него двое сыновей. Во втором – один. Поскольку все время было занято работой, казалось бы, у него не должно было оставаться никаких сил, чтобы уделять внимание детям. Но воспоминания Умар-Али рассеивают все скептические сомнения по этому поводу. Когда отец приходил с работы, он заходил к себе в комнату и продолжал работать допоздна. После этого он выходил, мы садились, смотрели телевизор. Отец помогал нам делать уроки. Когда у него что-то спрашиваешь про уроки, то он любил все дотошно объяснять. Все с самого начала, с самых истоков ты должен был все это выслушать. И приходилось очень трудно. Часто поэтому обращались? Поэтому обращались не слишком часто, пытались сами все понять и сами все сделать. Зимой по выходным с отцом мы катались на лыжах, вот в этом лесу. Доезжали даже до Москвы на лыжах. Еще зимой мы ходили на каток, кататься на коньках. Он любил заниматься спортом. Летом любил бегать в этом лесу. Зимой кататься на лыжах. Он любил рыбалку, да, у него были удочки. И мы вместе ходили рыбачить. Все сыновья унаследовали от Ахмеда любовь к технике, аппаратуре и их знаниям. Так Лом Али, старший сын, увлекся музыкой. Умар Али окончил училище по специальности электромонтажник 4-го разряда. А впоследствии экономический факультет Чечено-Ингушского государственного университета по специальности бухучет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Был еще третий сын, которому от отца достались задумчивые голубые глаза и природное обаяние, а также скрупулезность в следовании своему призванию. Руслан Цибиев, всеми любимый в нашей республике журналист, радиодиджей и поэт. Комнату, в которой Ахмед Цибиев жил, приезжая в отпуск, после второй военной кампании, много раз посещали солдаты федеральных войск. Неизвестно, что они там искали, но все перевернули вверх дном. Среди его книг в 2007 году мы, уже наслышанные о том, что он не был сухим физиком, все же было место для удивления, нашли там книжечку с поэмой Шекспира, Ромео и Жюльетта, стихи Лермонтова, Пушкина, Есенина, а также выписки из прочитанных книг. Они как нельзя лучше характеризуют Ахмеда. Чтение книг открывает новый мир. Два хороших друга не будут врагами, а два дурака друзьями. Больше верь делам, чем словам. Горы и камни разрушаются ветром, людская дружба словом. Человек умирает не тогда, когда его кладут в гроб, а тогда, когда о нем забывают. Во время второй военной кампании Ахмед Цибиев не захотел покидать свою домашнюю лабораторию. В его квартире в Грозном не было свободного места из-за различных приспособлений изобретения аппаратуры. Эти книги всю жизнь он собирал и говорил, что во всех этих научных книгах есть его фамилия. Его все просили покинуть город, но он вежливо отказывался. Мы должны покинуть городу и известную армию к krijтому. Вот они просто проданы, но они визуны на лесок, имеют вилку. И мы, пока пока еще нанябряем их, начнем бит. Возвучие, мы должны заниматься с премиумом. Кроме того, что мы делаем, мы больше не можем preguntать мы всё, как мы можем обратить, мы можем обратить их вилку на 1-3 годах. Мы не можем облачить мы, чтобы собереть, чтобы их не подключить. Вся работа моей жизни, вот видишь, вот он мне показал, вот мы здесь стояли. Вот вся работа моей жизни. И действительно, полная комната. Жалко было оставлять это все. Если вот так поставить, или работа, или жизнь, а что бы ты выбрал? Да я даже не задумываюсь, работаю. После этого соседи и родственники поняли, он никуда не собирается уезжать, и оставили его в покое. Через некоторое время по домам начали лазить мародеры в камуфляжной форме, которым он не отдал своего нехитрого богатства, и даже обратился к коменданту с просьбой оградить его от посягательств на личное имущество. Амад рассказал соседям, что комендант выслушал его и обещал помочь. Вечером того же дня приехали мародеры на БТР и увезли все его имущество. С тех пор профессор, так его уважительно называли во дворе, пропал. Жители дома совершенно случайно нашли его тело в конце февраля в подвале соседнего подъезда. Вот не стало Ахмеда Никомедовича, и причем при странных обстоятельствах, это очень плохо, это очень плохо было воспринято всеми. Сказать, что это было с неким гневом, это мало сказано. Мало сказано. Потому что вот таких людей надо беречь. У них есть маленькие слабости. Но то, что случилось в 2000 году, насколько я помню, это ужас, это какой-то беспредел, которому нет объяснений. Нет. Вот это плохо. Вот это плохо. И кто бы мог подумать тогда, в те 60-е годы, что вот такой финал будет ученого. Это ужасно. Вот чего не должно быть этого подобного. Вот это да. Это вот трагедия. Трагедия для всего ученого мира, научного мира. Трагедия для граждан страны, всей России. Вот этот момент очень важен. Очень важен. Мы потеряли человека. Хорошего. Я не говорю об ученом даже. Ну, так, такого не должно было быть. По мусульманскому обычаю, тело умершего хоронят в день смерти до заката солнца. И ждать можно лишь в исключительных случаях. Соседи ждали, чтобы известить родственников Ахмеда. Благо, холодная зима позволяла ждать несколько дней. Но транспортного сообщения с родовым селом Цибиевых все не было и не было. Тогда даже по Грозному люди перемещались пешком. И как раз вот эта обходная машина подъехала. Военный штат, царь. Что такое? Мы в подвалы смотрим, трубы там, садах. А еще, что Карина, это наш сосед, дай его хоронить вот сюда, в Исуальчик. Не надо, мы его сами заберем, сами похороним. На кладбище в селе Старое Сунжа есть отдельное место, где хоронят неместных жителей. Там и похоронен Ахмед Цибиев. Кстати, это кладбище стало местом встречи любящих отца и сына. Руслан Цибиев похоронен здесь же, но пятью годами ранее. Его убили во время Первой войны и также не смогли вывезти в Махкиты. Ахмад Хаджикадыров, Ахмед Цибиев, Ахмед Сулейманов. Этих людей объединяет не только имя, но и личный вклад в жизнь республики, своего народа. Трагическая самоотверженность и жизнь, отданная за нашу с вами лучшую. Кто будет следующим Ахмедом, неизвестно. К сожалению, мы всегда в лучшем случае проходим мимо таких людей. В худшем, говорим, не уберегли. Посмертно. Субтитры подогнал «Симон» Ахмед Сулейманов.